Есть возможность обсудить, поделиться мнениями. Можно вернуться к тем докладам, которые были прослушаны, сделаны вчера и сегодня. Можно поделиться мнением вообще о конференции. Прошу участников. Приглашаю к выступлению. Ну, давайте я начну. Музей, наверное, как-то продолжит. Хочется сказать, прежде всего, что состоялась конференция, десятая, юбилейная, в такой сложный период времени, первый раз дистанционная. И хочется сказать спасибо всем участникам и всем докладчикам. Поздравить с тем, что нам удалось, кажется, нащупать те варианты общения и те варианты дискуссии, которые, казалось бы, должны быть потеряны в период изоляции. Ничего подобного. Подобные конференции очень неплохо проводятся и в Зуме. И мало этого, несмотря на то, что это была, по-моему, первая конференция вообще в Зуме, в музее, нам удалось это все дело с небольшими потерями прослушать. И здесь, так сказать, хочу сказать, вот, как бы, некоторый, может быть, упрек со стороны наших коллег из Санкт-Петербурга, что им пришлось, так сказать, как бы брать раздатку из института. Институт здесь, так сказать, просто, как бы, технически подставил плечо. Дело в том, что, так сказать, институт купил зумовскую программу, так сказать, и доступ в Зум для большого количества людей и на долгое время. Поскольку бесплатно зум, так сказать, там через 40 минут, он прекращает работать. Значит, и мы надеемся, так сказать, что, как бы, подобные же вещи как-то у нас будут развиваться. Вот, и музей тоже, так сказать, обретет свою подобную, так сказать, программу. Поскольку я увидела даже определенные плюсы в подобных конференциях. Дело в том, что, так сказать, традиционный очень приятный зал в Ярославском музее не всегда, так сказать, дает такую четкость изображения на экране, как здесь, когда ты видишь это все на мониторе с очень большой детализацией. Мне кажется, так сказать, что это, в общем, как бы определенный плюс. И вопросы из зала все возможны, мы все друг друга хорошо знаем. Дискуссия получается очень разветвленная и интересная, мне кажется. И очень полезно было бы, так сказать, подобную конференцию даже, может быть, тезисно каким-то образом опубликовать еще до публикации в сборнике, который, как известно, произойдет через два года. Так сказать, много довольно интересных моментов, которые хотя бы тезисно было бы полезно опубликовать в каком-то из научных сборников. Либо в КСЯ, либо, так сказать, в российской археологии, может быть, в каких-то, так сказать, питерских изданиях. Надо подумать, как это сделать, если бы все выступающие могли тезисно сделать какие-то, так сказать, выжимки на полстранички своего, даже меньше из своего доклада, то есть сделать главные какие-то идеи. Мне кажется, это было бы, так сказать, очень своевременно и полезно, поскольку все доклады и по Ярославлю, и по сопредельным, так сказать, селищинским территориям очень любопытны и очень полезны, так сказать, как бы новые такие свежие раскопки и новые подходы какие-то. Очень здорово, что довольно много, естественно, научных методов применяется, и это тоже их результаты, их, как это называется, их возможности, так сказать, тоже должны доноситься до, так сказать, всех не только участников, но, может быть, и читателей, что было бы, так сказать, мне кажется, полезно сделать. Значит, сборник по предыдущей конференции, он уже собран, и мы надеемся, так сказать, у нас есть договоренность про финансирование его печатания, и, так сказать, мы после рецензирования и после того, как ему будет присвоены вот эти, так сказать, дои, да, то, что сейчас нужно очень для отчетов, да, то, что это полноценная публикация, с рецензентами, со всеми прочими. И мы надеемся, что где-нибудь к середине декабря мы сможем уже, так сказать, всем раздать эти напечатанные сборники. Это, конечно, так сказать, как бы крайне важно для функционирования любой конференции. И то, что, так сказать, конференция живет, да, так сказать, это огромный плюс. Это, несомненно, такая точка притяжения всех научных кадров этой территории. И, мне кажется, так сказать, как бы достойнейшей территории и, в общем-то, не до конца может быть оцененной, поскольку вот эти вот, как бы, торговые пути, так сказать, интереснейшие, так сказать, объекты и селищенские, и городские, ранние, суперранние, так сказать, для нашей территории города какие-то, Ростов, там, да, так сказать, очень любопытные подходы исследователей, как в общем к задачам, так и к каким-то маленьким конкретным исследованиям, так сказать, отдельных каких-то объектов, типа печей, да, так сказать, но тем не менее, как бы для нас очень важные. Мне кажется, так сказать, что большое, надо сказать, большое спасибо музею, который, в общем, сложный период, мы знаем, что музеи сейчас, в общем, так сказать, выживают еле-еле, да, так сказать, тем не менее, в общем, так сказать, продолжил эту историю жизнь, вот, и, так сказать, нам всегда очень, как бы, хорошо под крылом музея, вот, там, мы понимаем, так сказать, что музею это тоже нужно и интересно, поскольку, в общем, вот эти, этот тип конференций региональных, он очень сложный в действительности, поскольку в нем есть и, как это называется, супернаучные какие-то вещи, но в то же время он востребован такими людьми, как экскурсоводы, значит, музейные, да, так сказать, там, краеведы, хорошие краеведы, замечательные, так сказать, студенты и все прочее, то есть люди, интересующиеся историей края, да, и вот это вот пересечение, когда это должно быть и вроде более популярно, и в то же время, так сказать, как бы, да, уровень научный должен быть высок, мне кажется, так сказать, что, в общем, как-то выдерживается, да, так сказать, в этой конференции, что важно, потому что если она будет только сугубо научной и будет совсем непонятной и по языку, и по тематике для окружающих, из них, в общем, информация не пройдет в широкие, так сказать, слои интересующегося истории населения, да, так сказать, а это тоже крайне важно, то есть ее просветительская функция, наряду с научной, она, так сказать, тоже очень, так сказать, важна, и вот этот вот баланс, да, так сказать, надо все время стараться держать. Поэтому, так сказать, большое спасибо, мне кажется, что, так сказать, как бы 90% докладов вызвали живой интерес, дискуссию, и, так сказать, я бы сказала, может быть, даже 95, да, так сказать, когда, и мне кажется, так сказать, что скорейшая публикация, да, так сказать, их в каком-либо виде, и, возможно, так сказать, вот эта новая система выставления, благодаря записи в YouTube, с тем, чтобы, так сказать, она была, опять-таки, доступна не только тем, кто пришел, да, зарегистрировался и так далее, но и, так сказать, более широким, интересующимся слоям населения Ярославской области, Ярославля, сопредельных территорий. Спасибо. Спасибо, Ася Викторовна, за исчерпывающие анализы и нарисованные перспективы. Пожалуйста, еще наступающие. У нас в чате... Наверное, да, я прошу прощения, мы, наверное, в конце, да, от музея скажем? Мы не просто... Ну, конец, ну, так сказать, Светлана Евгеньевна, конец. Да, по-моему, сейчас уже пора говорить от музея. Как раз. Да, как раз. Это вот, что я хотела сказать. Я хочу зачитать чат наш, потому что в чате тоже нам пишут. Низкий поклон организаторам и участникам конференции от вольных слушателей, что важно. Было очень интересно и познавательно много информации, которая будет применена на практике в направлении образования и экскурсионной деятельности. И просят тезисы, ждут тезисы от нас. Ну, это... Это очень хорошая песня. Спасибо. Андрей Евгеньевич, а вы что-то скажете? Так мы уже, собственно говоря, перешли к заключительной части. Хорошо. Значит, наша встреча. Да. У меня остались какие-то невысказанные мысли, но время уже ушло. Так что давайте... Мы Наталью Васильевну ожидаем? Да, да. Наталья Васильевна здесь. Сейчас я ей передам слово. Просто я от себя хотела бы тоже всех поблагодарить. Истут археологии и всех, кто в Москве, и всех, кто здесь. И Алексея и Наталью за практическую помощь и в организации, и трансляции, и, так сказать, вот в установке всей этой системы. Потому что, действительно, Ася Викторовна правильно сказала, у нас пока нет этого резерва. И если бы не Истут археологии, его технические и интеллектуальные возможности, все это было бы, конечно, гораздо скромнее. Ну, и теперь я передаю слово директору нашего музея Натальи Васильевны Левицкой. Добрый день, дорогие участники конференции нашей юбилейной 10-й конференции. Я, прежде всего, хочу выразить восхищение вашей увлеченностью. Я сидела здесь и получала удовольствие даже не столько от тем дискуссий, а того, с каким вы азартом, с каким вы увлечением все это обсуждаете. Насколько вам это интересно, насколько вы неравнодушны. Вот это трогает тех, кто и заставляет даже, привлекает внимание к тому, что вы делаете. Вот, прежде всего, огромное спасибо за это. И особенно тем, кто занимается историей, вернее, археологией Ярославской земли. Потому что для нас это очень важно, очень ценно и очень нужно. И, конечно, вы дискутировались, говорили, конечно, будет предметом пристально наших специалистов, наших нештатных курсоводов, краеведов, потому что все это будет дальше донесено до наших многочисленных посетителей, туристов, всех, кто интересуется археологией истории Ярославской земли. Поэтому всем огромное спасибо и особо, конечно, признательный, низкий поклон и все-таки. Спасибо за то, что вы здесь уже конференции с нами и поддерживаете всегда и во всем. Но когда встречались с Ассией Викторовной веком, не было ни малейшего сомнения в том, что конференции быть. Несмотря ни на что, ни на какие-то кризисы, что конференция должна состояться. И вот эта уверенность Ассии Викторовны необходима. В подготовке мы чувствуем, что эту помощь благодаря усилиям всех. Я хочу пригласить всех через два года в Ярослав, в наше привычное традиционное место в зал «Классику» на уже оффлайн-конференции. Я уверена, что она состоится здесь, через два года. И вы и многие другие специалисты будете... Спасибо большое, Наталья Васильевна, за теплые слова в адрес конференции. Ну, а мне позвольте от лица всех участников, всех докладчиков, всех слушателей поблагодарить в вашем лице Ярославский музей за 10 прошедших конференций с надеждой на будущее тоже. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Позвольте небольшое дополнение. Я все-таки хочу назвать в ответ на ваши слова тех, без кого эти конференции не могли состояться со стороны Ярославского музея. И всех, большинство знают этих людей. Это Наталья Владимировна Артемьева, Елена Владимировна Лупандина, Светлана Евгеньевна Блажевская и наш системный администратор Елена Кисарова, которая принимала самое активное участие в нынешней конференции. Поэтому всем огромное спасибо. И музей-заповедник, институты истории, еще раз повторюсь, и всем присутствующим. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Наверное, позвольте закрыть наше заседание сегодня. Ну, в таком случае, на правах председательства еще, вот, объявляю конференцию закрытой. Спасибо. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. Я Ремендика на сходу. У меня несколько слов. Всего доброго, до свидания.